Оградили кладбище, чтобы построить завод. Жители Алматы и Алматинской области жалуются на то, что лишились единственного прохода к местному погосту. По их словам, владелец участка по соседству самовольно заблокировал въезд на кладбище. Строительные материалы складывают прямо на его территории. Гафу Али разбирался в ситуации. Вот так сейчас выглядит кладбище села Аргеля Алматинской области. Оно огорожено со всех сторон. Людям приходится прокладывать путь к захоронениям самостоятельно. Некоторые сделали отверстие в металлической сетке забора, чтобы попасть к могилам. Они говорят, что въезд и единственную дорогу перекрыл собственник, затеявший строительство завода. Вы знаете, что у нас всегда на Пасху и на родительский день мы убираем могилки. Это традиция православная такая. Ну и люди стали приезжать на кладбище и увидели, что центральных ворот нет. Вместо них заварен вход полностью. То есть входа на кладбище нет. Это они сняли наш забор и заварили решетками. Въезд на кладбище. Строящийся объект из-за хоронения разделяет один забор. Люди недоумевают, почему строительство ведется буквально в нескольких метрах от кладбища. Погоз здесь действует больше полувека. Не знать о таком соседстве предприниматели просто не могли. Перекрытие дорог – это, кстати, не единственная проблема для жителей. По их словам, из-за вибраций во время строительных работ, некоторые могилы ушли глубоко под землю. Вины строители так и не признали. Спорный участок принадлежит компании «Аван-Курлос». Один гектар земли был приобретен ими в 2015 году для строительства предприятия. Отказавшийся давать интервью, собственник заявил, что пошел на такие действия из-за безответственности самих жителей. По его словам, они регулярно сорили на территории кладбища, а областные специалисты и вовсе заявили, что на бумаге этого кладбища не существует. Никаких инфекционных документов в государственном акте на землю не имеется на кладбище, а также никаких первичных документов на предоставление земельного участка для захоронения также не имеется. По-человечески, наверное, можно попросить собственника промышленной базы хотя бы дать проезд 4-5 метров, чтобы люди посещали своих умерших родственников. А также, насколько мне известно, это кладбище уже полностью освоено, его можно закрыть вообще и не захоронять. Тем не менее, люди просят не лишать их возможности посещать могилы близких. За это право они намерены бороться дальше.